Взаимодействие со старостами деревень, работа с молодежью и обеспечение детей-сирот жильем. Вот главные темы совещания в администрации провела его глава муниципалитета Юлия Купецкая. Сельские старосты в почете. И федеральное, и региональное, и местное законодательство закрепили особый статус жителей деревни и села, которые участвуют в местном самоуправлении. В городском округе Серпухов началось формирование целого института сельских старост, налаживание диалога между властью и жителями. Власть должна непосредственно работать с жителями. И как раз институт сельских старост позволяет нам оперативно принимать информацию сельских поселений, быть на постоянном контакте с жителями сельских поселений. Мы проводили встречу, я лично проводила встречу со старостами. Сельским старостой может стать местный житель, обладающий активным избирательным правом из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта. Бывают случаи, когда старосты, хотят стать граждане, проживающие в деревнях, но не прописанные в них. В таком случае эти люди могут только участвовать в сходах и иметь совещательный голос. Сход – это собрание граждан сельского населенного пункта, обладающих избирательным правом. Принимать решения на сходе могут лишь те, у кого есть официальная регистрация в данном населенном пункте, незарегистрированные граждане, но имеющие здесь недвижимость, обладают правом совещательного голоса. А именно могут принимать участие в обсуждении каких-либо вопросов, озвучивать свои замечания и мнения. Но в процессе принятия решений участие не принимают, их голоса не являются решающими, но в замечании учитываются и принимают свое внимание. На сегодняшний день городской округ Серпуха входит 142 населенных пункта, большинство из них сельские. С 1 ноября в них еженедельно проводятся встречи с представителями муниципалитета для решения существующих проблем. Большой интерес сегодня на совещании вызвал второй вопрос – форма работы с молодежью. В Серпухове проживают свыше 35 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. Большая часть из них состоит в различных объединениях и организациях. В прошлом году с их участием в том числе и по их инициативе прошли сотни мероприятий. В 2019 году более 500 человек, представители молодежи, приняли участие в таких акциях «Отвес Победы» при работе по зданию мукулатуры «Спаси дерево» нашли в посаде дерева. Благодаря собранной молодежи мукулатуре наш город выиграл саженцы мажорского ореха, пленой и сирени, которые в мае месяце были высажены на обновленном сквере на Первомосковской. Наиболее значимые мероприятия стали городской студенческий бал, Серпуховский рубеж, городская школа вожатых, фестиваль неформальной молодежи, торжественное обручение паспортов, городской форум «Молодежь», молодежный форум «Синий платочек», автопробег по местам боевой славы, Серпуховская лига КВН, дни призывника, молодежные акции. При главе городского округа создан молодежный совет. Он объединяет председателей, членов школьных и студенческих советов, работающую молодежь, представителей объединений и молодежных движений. Совет проводит акцию по привлечению доноров крови, реализует экологические проекты. При Совете депутатов существует молодежный парламент в составе 25 человек. Четверо из них являются помощниками депутата Московской областной думы Романа Горбунова на общественных началах и принимают участие в работе его общественных приемов. В Серпуховском отделении молодой гвардии на сегодняшний день насчитывается более 60 активистов. Сотни подростков вовлечены в волонтерскую деятельность. Почти 400 человек в этом году пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На данный момент количество активистов с движения составляет свыше 600 человек. «Юнармейцы» активно участвуют и организуют городские и областные мероприятия. В октябре был запущен проект «Юнармия наставничества». Первым пилотным мероприятием стал совместный с Кубом «Варяг» урок «Живой истории» в Центре «Патриот». В мероприятии приняли участие 40 детей из социально-революционных центров Серпухова. Урок вызвал неподдельный интерес. Такие мероприятия будут продолжены. Мы должны охватить как можно больше количества детей и молодежи, привлечь в нашу деятельность. Как вы правильно сказали, основной целью, которая является, это снизить количество социальных явлений. И когда мы говорим о том, что приняли участие 500 человек, 400 человек, это, наверное, все-таки не тот уровень, к которому мы должны стремиться. Радует, что мы занимаем первые места на региональных и областных конкурсах. Но все-таки наша деятельность, в первую очередь, это не достижение тех или иных рейтинговых показателей, а создание комфортных условий для молодежи, привлечение их в нашу деятельность. В этом году в городском округе подлежали обеспечению благоустроенным жильем 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О результатах реализации региональной программы тоже говорили сегодня на совещании. На эти цели было выделено из городской казны 26 миллионов рублей, из областной почти 15. Администрации городского округа Серпухов были объявлены торги на приобретение жилья для детей-сирот в количестве 19 квартир. По итогам проведенных аукционов 19 контрактов заключено. Переход права собственности на жилые помещения зарегистрирован в отношении всех жилых помещений. 18 контрактов уже оплачены. Последний контракт находится в стадии подготовки документов для оплаты. На сегодняшний день обеспечены жилыми помещениями и заключили договоры найма специализированного жилого помещения 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще двое в декабре получат свои законные квадратные метры. В следующем году запланировано приобрести 13 квартир.